Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас пятница, 10 мая 2024 года. На что же вырастут цены в этом сезоне? Давайте разбираться подробнее. Отключили отопление. Тут бы казалось и сэкономить. Отложить деньги на большие покупки, ремонт, подкопить на следующую зиму. Кто знает, какая она будет. Но, как говорится, свято, места пусто не бывает. Тут же появились другие, желающие получить с клиентов, с нас, с вами, за услуги по более высоким тарифам. Кто поднимет тарифы в этом сезоне? Начинаем разбираться. Слушайте внимательно, друзья. В этом году, повторяю, в 2024 году, неожиданно рано наступила весна. Вы почувствовали ранний приход весны? Нет? Это я так немножко добавил. Потеплело. И февральские, и мартовские счета не были такими катастрофически высокими, как в прошлом году. Когда за двухкомнатную квартиру счет приходил от 200 до 250 евро без света и газа. А за трехкомнатную – от 300 евро и более. Это без света и газа. Затопление. Приемлемыми были счета затопления только для тех, у кого в доме умеют обращаться с автоматическим тепловым узлом. Например, жильцы одного из домов в Рижском спальном районе Пурциенс, взявшие дом в свое управление, очень довольны. Хотя у нас старый дом 1968 года и реновацию мы не делали, затопление в последние месяцы сезона платили очень мало. Рассказала читательница, ну такая Ольга, фамилии не буду называть. У нас очень хозяйственный старший по дому. Он что-то там колдует в теплоузле и у нас, и температура в квартирах комфортная, и счета за месяц приемлемые. Сколько это приемлемые? Действительно, 45 евро в феврале, 25 евро в марте и 15 евро в апреле за обогрев полуторной квартиры в Литовке, 38 квадратных метров. Это по нынешним временам, считайте даром. Ой, напишите комментарии, друзья, какие у вас счета? Ой, пожалуйста, напишите. Дальше послушайте. Но в таких домах-одиночках зато дороже может обходиться плата за обслуживание и управление домом. Здесь 2 евро 20 центов за квадратный метр. А вот насчет отопления, да, с них можно брать пример. Или двухкомнатная квартира в Кенгаракси, 162 евро. Такой счет за март пришел семье из двух человек плюс собака. В феврале был счет 173 евро. Семья считает, что это дорого. Жалуются в домоправление, в газету. Ведь еще надо платить за электричество, за газ, за телефон, за интернет. Но посмотрев счета, можно убедиться, что это еще довольно гуманные суммы. Вот пример трехкомнатной квартиры. За март 195 евро без электричества и газа. Жильцы дома 602 серии в Плявниках в Риге жалуются. На что? На что они жалуются? Вот, 328 евро за теплый месяц, март, за такую же трешку. Это многовато. Тем более жильцы рассказывают, что полмесяца они жили с открытыми окнами. А в теплоузле неисправности. В теплоузле. Читатель из германского города Ганновер, который внимательно следит за нашими публикациями, дивится рижскому коммунальному счету. Вот что он говорит из Ганновера. Читатель германский. Я думал, у нас дороговизна там в Германии в последнее время. Но ошибся. Ошибся он. Рижский приятель написал, что за 70 метров, квартира 70 квадратных метров, платит 430 евро в месяц. За собственную квартиру. А я-то снимаю. Кстати, чего удивляться-то? Латвия по дороговизне коммунальных услуг занимает второе место в мире, друзья. В мире второе место. Ужас. Ужас. Ну, я как-то говорил вам, что мы лидируем только в Евросоюзе, в Европе. А тут в мире второе место. По дороговизне в мире оказывается. Далее, слушайте, друзья, очень интересные факты будут. Какие цены будут и на что повышение будет. Столичный управляющий, Рига, СНАМУ, Парвалнекс, указывает, что счет зависит от количества тепла, подаваемого в здание и может быть разным даже для двух одинаковых домов, стоящих по соседству. На него может влиять не только техническое состояние дома, но даже привычка проветривать помещение. Предприятие Ригас, Силтумс, снижает цену на тепловую энергию в двух тарифных проектах. Один тариф вступит в силу с 1 июня этого 2024 года. Это 82 евро 63 цента за мегаватт-час без налога на добавленную стоимость НДС 12%. Добавляйте еще. Что на 6% ниже текущего тарифа на тепловую энергию. По информации регулятора общественных услуг СПРК, первоначально в феврале тариф на теплоэнергию был рассчитан в размере 76 евро 49 центов за мегаватт без НДС. Но его отложили до 1 октября этого 2024 года. Пришлось делать коррекцию тарифа ввиду изменений затрат на закупку тепловой энергии и тепловых ресурсов. В Даугапилсе, например, объявили новый тариф на теплоэнергию, который будет в силе до 31 мая следующего 2025 года. Тариф на отопление в Даугапилсе составлял 81 евро 13 центов за мегаватт-час. А с 1 мая стал 65 евро и 86 центов с учетом всех используемых видов топлива. Природного газа, щипы, гранул и электричества. Значит, осенью отопительный сезон для жителей Даугапилса начнется с тарифом на отопление на 19% ниже действующего. Зима закончилась. Отопление отключили. Надеемся, что летом снег не выпадет. Как в конце апреля. Вы помните, несмотря на фактическое отсутствие помощи государства в оплате коммунальных услуг, латвийцы в основном справились с этими счетами. Справились. Если все кругом дорожает, почему вода и канализация должны быть самой дешевой услугой? Вопрос. Наверное, это аргумент водоканала. Всегда было так, что вода и канализация стоили потребителю копейки. Потому что это необходимая услуга. Плюс санитария как социальная функция. Даже должникам никогда воду не отключали. Сейчас другие приоритеты. Инвестиции. Рост. Эксплуатационных расходов. Вот и столичное муниципальное предприятие Рига Суденс. Рига Суденс, обосновав возросшие затраты компании, получила добро комиссии по регулированию общественных услуг на новые тарифы, которые вступят в силу с 1 июня 2024 года и будут действовать до 31 мая 2026 уже года здесь. Вот с 1 июня по 31 мая, но уже 2026 года, друзья. С этого года я просто немножечко добавляю. Дальше. Тариф на водоснабжение составит 1 евро 27 центов за кубометр без НДС. 21% НДС без НДС. А на услуге... Надо еще НДС посчитать, друзья. А на услуги канализации 1 евро и 3 цента без НДС. То есть стоимость услуг водоснабжения для жителей Риги увеличится на 10 центов евроцентов, а канализации на 6 евроцентов. А с 1 июня 2026 уже года тариф на воду планируется повысить до 1 евро 28 центов за кубометр. А тариф на канализацию до 1 евро и 6 центов без НДС, повторяю. Напомним, что в Риге тариф на водоснабжение и канализацию уже повышался с 1 марта. Уже повышался. Еще будет повышать. Далее. Прошедшей зимой цена на природный газ... Газ. Уже теперь речь идет про газ. На европейских биржах упала до самого низкого уровня с 2021 года. Но наши потребители не ощущают этого на своих кошельках. Предприятие «Латвия с газом» оповестило клиентов, что с 1 января вырос тариф на распределение. Это связано с тем, что газ был закуплен заранее и на более длительный срок. И сейчас, прежде чем делать новые запасы, нужно потратить ресурсы, закупленные осенью, прошлой осенью. А тот факт, что цены на рынке сейчас ниже, дойдет до большинства торговцев газом и потребителей тепла позже. Напомним, что по традиции с 1 июля вступят в силу новые цены на природный газ. Вряд ли они будут меньше нынешних. А если газ подешевеет, то подорожает распределение. Так уж у нас водится. Нельзя скидывать со счетов и возросшую в два, в два с половиной раза, от двух до двух с половиной раз, плату за электроэнергию. Где, как и в подаче природного газа в игру вступил посредник. Понимаете? Так и хочется добавить. У нас свои электростанции. Господи. Через пятые, десятые руки. Через какие-то биржи. Ну, вы помните, друзья, те новости, которые я вел и высказывал свое мнение, комментировал. От двух до двух с половиной раз электроэнергия возросла. Да, вступил потому, что в игру вступил посредник. Что без него нельзя. Которому, посредник, которому надо ежемесячно платить порой больше, чем за, собственно, электропродукты. Понимаете, о чем речь идет. Те, кто экономил и платил раньше 15 евро за 100 киловатт, теперь платят от 27 до 32 евро за 100 киловатт. А у кого подключение 3-амперное, все 40-45 евро за 100 киловатт. Семьи, которые используют бойлер для подогрева воды, активно пользуются бытовой техникой, платят по 100 евро в месяц. Почти столько же, сколько за квартиру с отоплением. Стала выше плата за обслуживание дома. Ведь домоуправлением надо платить минималку дворникам, рабочим. А та в этом году выросла на 80 евро. Ну, вы в курсе, да? У нас было 620. Стало 700 евро. Но это на бумаге. Грязными. Брутто. А на это и того меньше. Да. Сделали 700 евро. Но их никто не получал еще ни разу. 700 евро на руки. Никто. Потому что сколько высчитывают? Максимум получают где-то 580. 583. Ну, плюс-минус. Плюс-минус несколько евриков. Больше сборы в счет накоплений на ремонтные работы могут обойтись в копеечку. Балконы, лифты. Впереди повышение кадастровой стоимости. А за ним и налога на недвижимость. Но, к счастью, не завтра. Вот это успокаивает они еще. Не завтра. Но скоро. Повторяю. Впереди повышение кадастровой стоимости. Они от этого не отступятся, друзья. Ни за что. Народ молчит. Все сделают. Да. Ну, что сделают они? Повысят на все. Повышение кадастровой стоимости. А за ним и налога на недвижимость. Но, к счастью, не завтра. И как вишенка на торте и на помойной куче все возрастающая и усложняющаяся плата за вывоз мусора. Да. Помойная куча. Про вывоз мусора. В связи с изменением ставок налога на природные ресурсы, тариф на сбор отходов с 1 января этого 2024 года повысился. Платят от 5 до 9 евро с человека. А еще штрафы за чужой выброшенный не туда мусор. Штрафы. Стал обязательным сбор биоотходов жителями. А если не будут выбрасывать или недостаточно платить штраф? Вопрос. Платить штраф надо? Если не будут выбрасывать. Клиенты Теледва. Очередное повышение. Слушайте. Клиенты Теледва получили извещение, что компании надо развиваться. Чтобы предоставлять качественные услуги клиентам. Да, мы тоже получали, конечно. Мы тоже являемся клиентами Теледва и ЛМТ. Это не реклама, это просто. Часть мы платим Теледва, наши мобильные телефоны. А интернет у нас ЛМТ. Но это на вкус и цвет. Друзей не выбирает. Товарищей нет. Конечно. По скорости зависит и так далее. Но это я немножко сейчас отступил. Повторяю. Клиенты Теледва получили извещение, что компании надо развиваться. А за счет чего развиваться? За счет клиентов. Чтобы предоставлять качественные услуги клиента. Поэтому с 1 июня этого года запланированы изменения в тарифных планах. Например. Сейчас безлимитное, повторяю, безлимитное подключение стоит 26 евро и 99 центов. А будет стоить 28 евро, 89 центов. Тарифный план 3 гигабайта становится планом 6 гигабайт и будет на 1 евро 50 центов дороже. Домашний безлимитный интернет также станет на 1 евро 50 центов. Не стоит гадалке ходить, чтобы сказать, что скоро и остальные операторы подтянутся. Ну это понятно, друзья. Конечно же. Все друг на дружку смотрят. Это вот представляете? Рынок. Ну на базар вы пришли. Ну рынок. Какого-нибудь городишки. В частности наш или рижский. Без разницы. Там что есть? Есть. Бывает сговор. Бывает просто. Ага, пройдутся. Кто-то заметно. Кто-то там друг друга знает. Цены. Но они стараются сделать так, чтобы, конечно же, чтобы не зрить одного или этого. А, 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 ничего себе этот поднял. Ну тоже там клубничку. У этого 2, 2,50. А я держу 5 евро. А та же самая. Та же самая. Польская или еще какая-нибудь. Это для сравнения. И у меня не покупает ни хрена. Ну, я тоже скину. Я сделаю. Я сделаю примерно, ну там, 3,50. Там или сколько. А может 2,99. А, а там у того 2,50. Ну, понимаете. И вы знаете, 99. Слушайте дальше. Немножко осталось, друзья. Спасибо вам большое. Между тем, по информации управляющих жильем компаний, в Латвии отопительный сезон 2023-2024 года оказался на 18% дешевле, чем сезон 2022-2023 года. А тариф на отопление в Риге на 22% ниже. Несмотря на теплую зиму, потребление и отопление увеличилось на 5%. И отопительный сезон в Латвии оказался более продолжительным. Ну, в частности, друзья, вот непосредственно я Рижан хочу спросить. Всем, ну, конечно, отдельный привет. Всем привет, естественно, всем нашим подписчикам, зрителям. Рижане. Правда ли это, друзья? Пожалуйста, ответьте. Правда ли это, что вы стали платить на 18% вот в этом сезоне, в прошлом отопительном. А по запрошам на 22% это правда или нет? Это соответствует действительности? Ну, почему я задаю вопросы такие иногда? Потому что мы же в частном доме, мы сами себе регулируем. Сами себе режиссеры. Да, такая передача, вы помните? Сам себе режиссер. Я всегда с собой беру видеокамеру. Да, выиграл видеокамеру и так далее. Ну, типа того, друзья. Ответьте, пожалуйста. Они тут намалевать могут цифры. Ой, и трехзначные, и двузначные. И однозначных они не нарисуют. Иногда пишут. Ого, а отопление увеличилось. Потребление отопления увеличилось. Во, на 5%. Это Рига. Да. Повторяю, друзья. Вы сейчас послушали, что же, на что вырастут цены в этом сезоне. На воду, на телефоны, на отопление. На что? Вот вы теперь узнали, на что, и когда, и на какой период. Поставьте лайк под видео. Большая просьба в поддержку нашего канала. Напишите комментарий. Любой комментарий. Поделитесь в социальных сетях. Просто так. Друзьями, с родственниками поделитесь. Подпишитесь на наш канал. Большая просьба. Всем большое спасибо. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия. Мира, добра и дружбы между народами. До свидания. До следующих видео. Спасибо, друзья.